Здравствуйте, девушка, центр испытания на МИИ. То, что провели крош-тест автомобиля, отклоните вызов, пожалуйста. Вы же подклоняем. Всего доброго. Всего доброго. Первый взгляд на машину сразу после удара заставил нас насторожиться. Видите небольшой залом на стойке лобового стекла? Для современных автомобилей с крепкими кузовами это уже не характерно. Или посмотрите на порог с водительской стороны. Он тоже немного, но просил. А дверь, хоть и открылась без помощи инструмента, но заметно подклинивала в проеме. И манекен водителя, взгляните, сидит низковато, уперевшись коленями в панель. А его кресло явно опустилось вместе с полом. Ну а с пассажиром все в полном порядке. Это предсказуемо. После удара, как водится, полигоновские специалисты подразобрали автомобиль для того, чтобы все проанализировать. И вот смотрите, передок. Что называется, сам погибай, а товарища выручай. Так и задумано. Он должен максимально возможно смяться, но не передавать по возможности энергию дальше на силовую клетку салона. Видите, лонжерон, как сложился. Все правильно. Это называется энергопоглощающая деформация. К сожалению, конечно же, деформация пошла дальше. Сложился подрамник, но недостаточно и передал удар вот сюда на пол. Видите, вот эти вот складки и вот этот залом. Именно из-за этого сыграло сиденье водителя. Но в отличие от Lada Vesta Cross, у которой были разрывы здесь металла, и которую мы оштрафовали за нарушение структурной целостности кузова, здесь разрывов нет. Видите, вот мы специально даже отрезали кусок. Смотрите. Прогиб есть, а металл, в общем, целый. Далее. Мы боялись того, что большие колеса ухудшат картину деформации кузова в районе накладителя. Нет. Все нормально. И еще, что очень важно. Так называемые удерживающие системы. То есть ремни и подушки. Если во время краш-теста Логана тогда, в 2005 году, у него была очень простенькая подушка, и из-за этого голова водителя манекена испытала повышенные нагрузки и на цветовой схеме была окрашена коричневым, то здесь все нормально. Подушки раскрылись нормально, ремни с преднатягом и ограничением тоже отработали штатно. И если бы я сидел бы за рулем, а не этот чувак молчаливый, который не может ничего нам рассказать, вот каково это было. Но в отличие от меня, у него есть датчики. И проанализировав все данные, подсчитав баллы, мы пришли к тому, что Lada X-Ray Cross зарабатывает 13,7 балла из 16 возможных за защиту пристегнутых передних седоков при таком фронтальном ударе. Это очень хорошо. Это полноценные 4 звезды из 4 в нашем рейтинге R-Cup. И Lada X-Ray Cross таким образом встает на пятую позицию сверху, пропуская по безопасности только Volkswagen Polo Sedan, Lada Vestu Sedan и два Hyundai Creta и Solens.